Руководители сельских поселений прогуляли еженедельную планерку губернатора. Вместо этого они встретились в Красном. В одном месте главы муниципальных образований округа собрались не случайно. 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Экскурсия по столице муниципалитета – возможность посмотреть его достижения и проблемы. Именно с такой целью главы Тельвиски, Оксина, Андига, Великовисочного, Нельминоноса и Харуты приехали в Красное. Прежде всего они отправились посмотреть новую школу. Трехэтажное здание площадью 7,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 300 учеников. На объекте дважды менялся подрядчик, поэтому в срок – декабрь 2014 года – его не сдали. Третий застройщик – компания Леро взялась за работу основательно. К июлю обещает сдать ключи. Красное – одно из немногих поселений, где проблема долгостроев сдвигается с мертвой точки. Порадовались нашей школе. Восторжена, конечно, большая, красивая. Главы – люди хозяйственные. И поэтому предвидят, что – а как же ее содержать-то? Ну, значит, будем содержать. Ну, а задача жителей поселка – наполнить эту школу детьми. Зашла делегация и в один из семи частных магазинов. Он работает в формате самообслуживания. Ассортимент товаров довольно обширный, сравнится с городскими магазинами. Правда, мяса северного оленя делегаты так и не нашли. Зато в дома для оленеводов, которые уже не один год простаивают необжитыми, зашли легко. За пять лет, пока их строили, изменился численный состав семей оленеводов. Где-то прибавилось, где-то стало меньше. Разрешить этот вопрос предстоит уже Управлению по делам коренных малочисленных народов Севера Ненинского округа. Следующая остановка гостей – в пожарной части номер два. Главы высоко оценили подготовку администрации к непредвиденным случаям. Неплохо организована пожарная безопасность, достаточно на высоком уровне, потому что, действительно, они передовики. И первичные меры пожарной безопасности обеспечивают максимально, и пожарную часть такую смогли все-таки поднять своими силами. Так что, достаточно есть чему, что посмотреть, что подчеркнуть в своей работе. Неподдельный интерес у глав Телевиски и Оксина вызвал новый ФОК. Какие есть секции, где взять тренеров, как содержать помещения. В скором времени они появятся и в этих муниципалитетах, поэтому опыт Красного будет полезным. В свою очередь, руководители поселения уже присмотрели успешную практику у своих коллег. Опыт можно позаимствовать, богоустройство, например, в том же Коткино, отношение людей к своему двору, к своему хозяйству. Нам это очень нравится, у нас немножко это не так. В других моментах, например, у Михаила Семеновича Толеева – это организация больших праздников. В частности, День ворона, гонки на снегоходах «Буран», в Каменке также. Однако в Красном есть проблемы, которые еще ни одно поселение решить не смогло. Утилизация мусора. Свалку, которой уже не один десяток лет, просто некуда деть. Поэтому судьбу мусора будут решать на региональном уровне. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север».